Саш, добрый день. Саша, расскажи о себе, где ты учился, кто ты, кем ты был, кем ты работал и что привело тебя в сетевой бизнес? Роман Викторович, добрый день еще раз. Вы знаете, вот моя жизнь, она чуть-чуть неординарна. В свое время у меня очень хорошая семья и отец хотел видеть меня военным. У нас в Иркутске, я сам из города Иркутска, у нас было такое ивоиту, и отец меня видел, чтобы я был летчиком. Было приложено абсолютно все усилия для того, чтобы я поступил в этот институт, но по какой-то проблеме, я даже не знаю, не хочу ее сейчас озвучивать, я не прошел. Было сразу принято решение о том, чтобы меня отправили в Ачинское училище техническое. Я прилетел в этот Ачинск, мне было 18 лет. Я пришел, была такая палатка, 20 или 50 мест, меня туда погрузили. Я зашел и в субботу, в воскресенье, на этих койках живя, я понял, что это чуть-чуть не мое. Я начал разговаривать ночью, начал выводить какую-то антидисциплину. Получилось так, что утром мне поставили какой-то наряд. Я даже не знал, что такое наряд, я пришел, был такой вот, мне заставили мыть туалет. Расскажи, что такое туалет. Это 28 толчков в одну сторону и 28 толчков в другую. Заходишь, глаза режут. Я взял, мне дали ведро, взяли, дали тряпку и говорит, Александр, давайте мойте, курсант или как, будущий курсант, давайте мойте это все. По своему характеру, я скорпион. Ну, невозможно быть. Ну, я взял, ну, некрасиво, отец отправил, я взял это ведро, полил, говорит, так не моют, дали тряпку. Пришлось нарушить дисциплину. Я не буду говорить, что произошло дальше, но произошел конфликт очень серьезный, и я написал, что я ухожу. Это был очень большой конфликт, они его закрыли, это, соответственно, конфликт. Я приехал домой, приезжаю в поезде, приезжаю домой, и я, знаете, я запомнил на всю жизнь, что мне ответила мама. Когда я позвонил, я жил на первом этаже, позвонил в дверь, мне открывает матушка дверь и говорит, отец, генерал вернулся. То есть на этом карьера была моя закончена, военная. Но отец меня всегда хотел видеть военным. Я построил политехнический институт, я закончил политехнический институт. В 99-м году я пришел в одну из компаний, которая занимается линейным бизнесом, и в этой компании я отработал более 17 лет. Когда я зашел в эту компанию, я зашел туда менеджером, закончил директором филиала. Я понял, что мне не хватает чуть-чуть образования. В 2005 году я поступил в Иркутский государственный университет на факультет менеджмента. Я его закончил с красным дипломом на отличном. Закончив университет, я понял, что больше моя карьера в этой компании, где я проработал 17 лет, уже неинтересна. У меня был большой кабинет, большой кабинет. У меня было более 300 сотрудников, а то и поболее. У меня были регионы, начиная от Читы, заканчивая всеми, 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 там, ряд окружающих, до более 7-8 представительств. И в один прекрасный момент я понял о том, что нужно уходить. И я не знаю, что произошло, я написал заявление и ушел. Ушел в никуда. Понимаете, есть заработок, который он составляется, компания, которая мне платила до этого определенную сумму денег. Хороший заработок, хороший статус, определенные отношения, запись трудовой книжки. Это не нужно. Когда ты поднимаешь филиал до определенного уровня, ты уже руководителю, как сильный руководитель, не нужен. Не нужен. Люди не хотят себя окружать умными и грамотными людьми. Я как руководитель, я всегда знал, что лучше поставить руководителя умного и завалить на него вообще все. И пусть он тянет. Чем ты будешь тянуть все сам и за них отдуваться. Называется делегирование. Когда я ушел из этой компании, я не ушел, я просто хлопнул дверью. Это было неприятно, это было нехорошо. У меня был нажитый капитал. И наступает момент, когда ты начинаешь проедать нажитый капитал. Вот этот момент, он самый страшный, когда ты видишь, что ты вроде умный, у тебя есть определенные заслуги, у тебя есть образование, у тебя есть опыт. Но на самом деле ты никому не нужен. Проходит месяц, два, три, четыре проходит. Да и были такие времена, когда я заходил, у нас такая сеть магазинов, я знал все ценники. Вот этот момент, когда вы знаете цену всех ценников, цену продукта, это самое страшное. Рождество, 14-й год, происходит звонок. Депрессия. Взять трубку, не взять, не знаю. Если кто-то звонит, ну, вижу, кто набирает телефон, возьму. А ведь в тот момент я мог не взять эту трубку. Я ее мог не взять. Я ее взял, алло, привет. С этого началась у меня карьера в компании Life is Good. С этого. С этого момента. Это было 25 декабря 2014 года. Евро вот такое. Доллар вот такой. Рубль вот такой. Цены знаю все. Так вот на тот момент мы сели с супругой, стали разговаривать. Она говорит, Саш, ну, поехали, езжай. Нужно было полететь в Сочи. В Сочи перелет из нашей Сибири, это приблизительно 70 тысяч рублей. Это деньги. На тот момент. Но на той линии телефона было сказано определенное слово, которое было на меня четко подействовало. А что ты теряешь? Сменишь обстановку. И не более того. Я купил билет и улетел в Сочи. Я живу в Иркутске, это север. Сугробы по пояс. Холод собачий. И в феврале месяце после этого звонка я принимаю решение о том, что нужно вылетать в Сочи. Я одеваюсь. Если честно, вот все, что я покупал в свое время, мне даже было одеть-то нечего. У меня было желание и непонятно, куда я еду. То, что меня пригласили куда-то, я это даже не понял. Даже не говорили о чем. Нужен куда-то поехать. Случай. Поверьте, если есть какой-то кто-то вам что-то предлагает, нужно воспользоваться этим. А это ли твое будет потом? Я при нарушении прилетаю в Сочи. Вы знаете, вылетая из Сибири, приземляясь в Сочи. Зеленая трава. Свежий, красивый воздух. Приятно. И ты понимаешь, неужели жизнь так меняется? Одним перелетом в течение восьми часов. Приезжаю в отличный отель. Я помню, как сейчас его называется. Дагомыс. Красивейшее здание. Высоченное. Какие-то надписи, что-то с правительством было связано. Сейчас я, конечно, говорю, но я просто говорю те эмоции, которые я первый раз. Я должен с тобой прочитать что-то. Захожу в эту гостиницу. Вот все внутри, все у меня поднято до такой степени, что уже мне все нравится. И сам люблю. Роскошь бьющего глаза. Это все в мое. И знаете, что я вижу? Я вижу всех тех, от которых я 17 лет, с кем я 17 лет проработал, я их увидел всех там. Это все те коллеги, с которыми я проработал. Сказал им, когда я уходил, сказал, я больше вас не хочу видеть и не хочу с вами общаться. Не хочу. Не мое. Устал. Я их всех увидел. Вы знаете, когда вы заходите на позитиве, когда вас в этот момент ломает, когда вы видите вот это все, у вас на лице сразу написано о том, что ты неудачник. Ты у тебя, и как только у тебя вот это люди считывают, все неудачники, которые только есть в холле или в лобби, они сразу вокруг тебя. И они начинают с тобой разговаривать. Ты что сюда приехал? Я говорю, да я не знаю, меня позвали. Я же не могу назвать фамилии, что и как, и почему я сюда приехал. Меня позвали так же. Да ты знаешь, это же сетевуха. И когда я услышал вот это слово сетевуха, это сеть, я закричал, мамочки, я хочу домой. Люди это спроецируют, они это все видят, они это все понимают, они говорят, конечно, это сетевуха, что вы здесь делаете? Но в этот момент, я смотрю, проходит 5-6 человек, отлично одетых, красивые, вообще изумительно, с иголочки. Я еще не знал тогда, Роман, тебя. Раз, прошли. Смотрю на своих, смотрю туда, но разница с тяжелым сердцем, поверьте, с тяжелым сердцем. Я лег в гостиницу, зашел в номер, я полночи звонил и говорил, Лен, мою супругу зовут Лена, я домой хочу. Я хочу домой, я устал, мне не нравится, я знаю, что с ним, что это, Сочи. Есть такое слово, утро, вечером, утрень, чуть-чуть переждать. Утром я проснулся, одел все самое лучшее, то, что у меня на тот момент было, и вышел. По своей натуре я человек неусидчивый, я не могу, мне невозможно стоять на месте, я скорпион. Мне нужно, вот, два дня семинара, Роман. Я два дня семинара слушал с открытым ртом. Для меня, чтобы просидеть восемь часов, один день, это невозможно. Но когда я слушал лекторов, когда я слушал вот все, о чем проходили, с открытым ртом, если честно, на сегодняшний день я ничего не понял, что такое жилищный кооператив, что такое жилищный кооператив, кому же, у меня этого жилья, ну поверьте, кто такое виста, что такое виста, где виста и где я. Гермес менеджмент, ничего не понял. Но когда стала сыпаться карьера, вот эти вот шайбочки, когда они посыпались вверх, пошли, я здесь приоткрыл рот и мозг мой, заработал до такой степени, что, ой-ой-ой, я понял, вот оно, вот это мое. Когда прошла карьера, было выступление, Роман, твое, из всего, что я запомнил, с твоего харизматического напора, вот этого твоего движения, я запомнил одно единственное слово, сколько тебе осталось, что ты хочешь от этой жизни. Мои глаза налились кровью, слезами, я еле их сдерживал, у меня вот такие вот щеки стали, и я за одну секунду, я пролистал всю свою жизнь. Не понял, а что у меня осталось? Мне 45 лет. Я уже не востребован. Молодые наступают мне на пятки. И сколько мне осталось? Ну я думаю, в течение часа у меня был составлен уже маркетинг-план. То работа, планирование называется, меня всегда учили, что такое планирование. Я очень много слышу от людей, которые не знают, что такое план на день, что такое план на месяц, что такое план на неделю, что такое план на год. Планирование – это первая задача, которую человек должен знать. План, план и план. То есть ты четко должен идти по своим ступеням. Что ты должен делать? Я составил, я взял телефон, прочитал все списки, составил, разделил, поделил, и все. Вот оно свершилось. Самолет приземлился в Иркутске. Первым делом у меня аэропорт, и сразу я знаю, у меня у товарища есть трехэтажное здание, очень такое хорошее. Я прибегаю и говорю, вот этот кабинет мой. 34 квадрата. Отличного кабинета, светлый. Я сразу делаю ремонт. Делаю там всякие вот… Все это красиво. Все это как должно быть, потому что я люблю. Должен порядок, чистота. Я вам скажу правду. Я в протяжении полугода полымыл сам. Когда я начал этот бизнес, я до этого никогда не выступал на сцене. Я никогда не умел правильно говорить тосты. Я мог сказать, за сбычу мечт, добра, здоровья, ну и не более того. Потому что больше нас ничему не учили. Не было таких риторий, которые преподаешь ты. И я начал с этого. Первое, что мне нужно было, мне нужно было людей. И что я сделал первую свою ошибку? Я пришел в ту компанию, в которой я проработал 17 лет. Я достал флипчарт и начал им рассказывать. Не представляю, что я говорил. Если человек говорить никогда не мог, что он говорил? Где-то с каким-то матом. Где-то с чем-то. Но я всегда говорил. Вы чувствуете, смотрите, как горят у меня глаза. Вы, вы, что здесь есть? Сколько вы проработали? О чем? Ну, и это проходило приблизительно, наверное, 7-8 месяцев. У меня 7-8 месяцев не было результата. Не было результата. Вы знаете, вот у меня в жизни проходили такие моменты, когда ты ждешь этого клиента или человек, которому рассказать. У меня снят офис. За него нужно платить определенную сумму денег. Я живу очень далеко от своего офиса. Это приблизительно около 100 километров. И я каждый день, мне нужно было проехать. Чтобы проехать, нужна какая-то часть бензина. Часть какое-то время нужно заплатить. Поверьте мне, я на сегодняшний день не стыжусь. Я скажу, я месяц, какие-то были времена, я жил на 10 тысяч рублей. На 10 тысяч рублей. Вы попробуйте сейчас прожить на 10 тысяч рублей. Я умудрился. Роман, я умудрился. Когда я приезжал, когда мне назначали встречу и говорили о том, что Александр, мы приедем, расскажи нам. Нам уже знаем про тебя. Это 2-3-4 месяца проходит полнотворного каждодневной 2-3 встречи. 4, а то порой и 5. И когда ты приезжаешь, допустим, в 9 утра, а человек не приходит, а ты знаешь, вот это плечо бензиновое, плюс твое время. И вы знаете, я хочу сказать о том, что вот это самая страшная минута твоей жизни, когда не ценят твое время, когда ты должен раскрыться, рассказать все, а человек не приходит. Мы же несем миссию. Миссия о том, что мы должны, у нас социальный проект. Супер, вообще все. Мы не говорим о том, что о деньгах. Мы предлагаем сначала тот продукт, который произвел ты. Не приходят. И здесь начинает минута отчаяния. Вы знаете, сколько у меня было минут отчаяния? Я хочу сказать по цифрам. 5. 5 раз я хотел бросить бизнес. Мне ничего не устраивало, у меня не было результатов. У меня не было с февраля месяца, практически по сентябрь месяца, практически не было результатов. Офис содержать. Говорить постоянно. О чем-то кому-то доказывать. И что-то кому-то постоянно вбивать, говорить. Потом я понял, что я веду себя неправильно. Я не должен звать их. Они должны приходить. И когда я поменял вот это вот все решение, вы знаете, чудо. Но я хочу сказать при этом, когда открылся мой офис, уже по городу пошел слух. Уже, а, это там у Александра. То есть имя нарицательное уже появилось. А, это там, где жилищный кооператив Bestway. Я не знаю, где. Я повесил такую огромную вывеску напротив аэропорта. Люди выходят, видят вот такую вывеску. Жилищный кооператив. Какие там были проценты. Сейчас, конечно, я это все убрал уже. Но вот эти вот 7-8 месяцев вот этого жесткого отношения, поверьте мне, я до сих пор вспоминаю это содрогание. Но если бы я не делал бы шаг за шагом, если бы я не шел и я не знал, что мне завтра нужно кормить семью, хотя у меня супруга очень хорошо зарабатывает, но мне стыдно. Если бы я не делал и не вставал в 7 утра, не ехал вот этих вот 100 километров и не приводил по 3-4 презентации в день, я бы не сидел бы сейчас здесь. Сентябрь месяц. 21 сентября первый МБС, который я проводил в Иркутске. Вы знаете, вот до сих пор комок подходит. Как я его проводил? Денег на семинар нет. Нужно более 70 человек приглашенных, которые приехали со всей России. Международный базовый семинар. Люди должны увидеть и почувствовать мое отношение к ним. Трансфер более 70 километров. Я встречал вас, я встречал остальных, я всю ночь не спал. И в один прекрасный момент, когда один из наших партнеров, нынче директоров, прилетает и говорит, Александр, вы где? Я говорю, я подъезжаю. У меня приблизительно за 40 километров заканчивается бензин. Я даже не посмотрел, как у меня закончился бензин. Я не смотрю на стрелку. Самолет прилетел, человек ждет. Взял такси, не знаю, это было 5 или 6 утра, где-то кто-то мимо проезжал, мы проехали, забрали. Но дело не в том, что в отношении, отношении, в дальнейшем я хочу сказать, что такое отношение, что такое бизнес. Никогда никому не врите. Если ты не знаешь ответ на вопрос, возьми тайм-аут, изучи, спроси. У тебя будет второй повод позвонить и сказать. Извини, я вот узнал. Если тебе сейчас интересно, ты не могу выслушать? Вторая встреча готова. Но этому же нужно было научиться. Сентябрь месяц приехал ты, приехала наша команда. И вот эта вот байка, вот эта красота, вот эта вот золотая осень, мы ее назвали. Вы знаете, вот было приглашено очень много народа. Было все торжественно, все очень красиво. Это был мой первый. Хотя я до этого проводил очень много семинаров, очень много, ну по своей работе, я практически можно сказать, что я хозяйственник, я вот администратор. После этого, когда это все прошло, после МБС, после международного базового семинара в Иркутске 21 сентября, вы знаете, как все подменилось? Люди откликнулись, люди прошли. Может быть, это сработала статистика, может, это сработал вот те люди успешные, которые присутствовали, в том числе и ты, Роман. Аллилуйя. Пошел бизнес. Он пошел, пошел. Маленькие, маленькие, маленькими шагами. Я, понимаете, я увидел, я понял, как это зарабатывается, как можно, как можно стучаться в пустую стену и в этот момент зарабатывать. Я не хочу сказать, что это все легко. Я не хочу сказать, что, да это не легко. Это практически на тот момент, когда я начинал, я был первый в Иркутске, это был проект мой. То есть, я пришел уже с проектом от тебя, Роман. Я шел абсолютно новый, абсолютно новую аудиторию, абсолютно новый проект. Люди закомплексованы, боятся, напуганы. Какие деньги? Какой же личный кооператив? А что вам, Александр? Опять Кидалова? Опять какой-то пирамидоз. И работа с возражениями, работа со всем. Работа на холодном рынке меня научила. Мой язык, он у меня стал мягкий. Я научился говорить, я научился разговаривать, я научился доказывать. При этом на сегодняшний момент я разговариваю так, мне нравится. Я никого никогда уже упрашивать не буду. Бизнес. Я зову вас в бизнес. А не прошу вас, придите ко мне. Саш, с высоты своей карьеры, с высоты своего успеха, что бы ты сейчас порекомендовал молодым начинающим сетевикам? Всем новичкам, всем, кто придет в бизнес, стержня. Только стержня. Если ты пришел и думаешь, что это не мое, если у тебя есть минута, сомнения, фактор сомнения, не приходи, ты нам не нужен. Только вперед. Шаг за шагом. Неудача, она позволяет говорить о том, что если ты чуть-чуть сделал неудачу, вторая неудача когда-то будет. Это твои слова. Все равно, как в колоде мы ищем покера, мы его всегда найдем. Шаг за шагом, шаг за шагом и только вперед. Шаг назад, катастрофа. Александр, а что тебе больше всего нравится в сетевом бизнесе и что тебя здесь держит, что тебя здесь больше всего привлекает именно в сетевом бизнесе? Как бы я сейчас не сказал это грубо, как бы это не было чуть-чуть некорректно сказано, я хочу сказать двумя словами. Деньги и карьера. Давайте я буду придумывать там слова какие-то. У меня есть определенные отношения, у меня есть определенные возможности, у меня есть определенные те условия, которые я должен. Деньги и карьера. Причем я выбрать из них не могу. Деньги или карьера. Саш, а вот что для тебя сейчас есть новое в твоей жизни и какие твои планы на ближайшее время, на ближайший год, на ближайшее время здесь по карьере в сетевой компании? Роман, очень хороший вопрос. Я хочу сказать о том, что здесь команда. Поверь, я очень много повидал людей и тех людей, с которыми я познакомился в компании Life is Good. Это те люди, это та команда, это те ребята, это те, которые прошли определенный момент жизни, это супер. Это те мальчишки, это те девчонки, которые на сегодняшний день стоят, они достигают определенной карьеры, они глаза горят. И когда ты смотришь, у меня глаза горят, у меня они в два раза больше, у меня как солнышки. Только так. Только так. Саша, а что ты сейчас чувствуешь, что ты получил вообще от этого бизнеса? Знаешь, Роман, есть такое слово, кайфовать. Оно маленько некорректное, чуть-чуть. Оно маленько не для этого интервью. Ты знаешь, я недополучил еще того, чего я хочу получить. Но в сегодняшний момент я могу себе позволить очень многое. У меня есть свободное время. Это раз. Свободное время для сегодняшнего любого бизнесмена это невозможно. У меня оно есть. Я не хочу уже смотреть, сколько стоит ценник и сколько стоит молоко. Не хочу. и не буду. Дай бог тебе огромного здоровья и счастья и успехов. Я рядом. Не хочу. Не буду. Карьера. Раз. Деньги. Два. Команда. Три. Не смотреть на чеки. Четыре. Поверьте, я прошел. Почему я три раза об этом уже говорю? Свободные отношения. Любовь. Вообще. Ну все. Ну перспектива. Я когда увидел, когда я приехал первый раз в Сочи, я увидел вот эту всю команду. Вот эти вот ребят, эти красивые вот эти вот как в этот раз на конгрессе было сказано пингвинов. Поверьте, я сам пингвин. Ну это было. Вот когда ты первый раз в своей жизни одеваешь смокинг, у тебя почему-то ты вырастаешь на пять сантиметров выше. Потому что до этого ты его никогда не носил. Кто тебе не позволял до этого его не одеть? Роман, благодаря тебе я одел смокинг. Знаешь, сколько лайков у меня? Браво. Саша, спасибо тебе за такое откровенное и за такое яркое интервью. Спасибо за то, что ты поделился своим опытом и поделился секретом своего успеха. Саша, здоровья тебе, благополучия твоей семье. Спасибо. Спасибо, Роман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...